Ребята, всем привет! Снимаю для вас макбанг. Как я обещала, что следующий макбанг я постараюсь снять в каком-то из мест. Вот, сегодня я решила снять в грузинском ресторане. Сюда хожу я достаточно часто, достаточно популярно это место. Здесь очень вкусно. И вот, решила я вас порадовать. Не знаю, конечно, как вам показать и еду, и себя. Но я вам сейчас покажу еду, что я заказала. И потом будем есть с вами, болтать, как обычно. Надеюсь, со звуком все будет хорошо. В общем, ладно, давайте начнем. В общем, я заказала себе. Так, тут у меня шашлык куриный. Куриный шашлычок. Так, еще тут хинкали. Ням-ням. И вот такая вот, блин, она, конечно, горячая. Сейчас я вам постараюсь показать. Запеченная картошка. Она еще шкварчит чуть-чуть. Я не знаю, если вам слышно. Ну, в общем, очень все вкусно. Так. И... В общем, вот так. Сейчас я, конечно, не знаю, как мне настроить, чтобы было видно, конечно, и еду. Ну, шашлычок, вот, я думаю, виден. И будем есть, с вами болтать, как обычно. Так. Я тут не одна, я немножко, конечно, стесняюсь, но... За столом я имею в виду, я не одна. Так. Сейчас попробуем шашлычок куриный, с соусиком еще. Так. Так. Ну, здесь вкусно и там... Без комментариев. Так. Короче. Вчера, в смысле, мы с мужем были на вечеринке. У него, как бы, по работе там было так классно. Там была живая музыка. И знаете, что? Группа называлась Эпплс. Я сразу вспомнила, знаете, группу Ранетки. Потому что там тоже, знаете, четыре девушки играли тоже, типа, что-то типа Рока. Рок-н-ролл. Я сразу вспомнила Ранеток. Так. Соус этот. Так. На самом деле, не очень комфортно. Я не очень привыкла где-то снимать. Если честно, как-то не очень уютно себя чувствую. Но, если я обещала, то... Должна сделать. Так, сейчас еще я попробую хинкали. Так, наверное, шашлычок уберу. Так. Тут вам видно хинкали, да? Здесь очень вкусный хинкали. Очень вкусный вот этот соус. И попробуем. Очень вкусно. Короче, насчет чего я хотела с вами поговорить. Вчера у меня девочка... Ну, как я в прошлом видео, помните, говорила о том, что... Как бы знакомиться здесь на улице и все такое. И у меня девочка пишет, что... Вчера. Что за ужас? Кто вообще знакомится на улице? Это же одни мошенники. И все такое. И прям вот с такой тревогой, знаете, вот этот комментарий. И я вспомнила. Эта же девочка мне писала комментарий о том, когда я говорила про сепарацию. Она писала, что, типа, сейчас такое ужасное время. Нужно держаться вместе. Мне, типа, как все сейчас небезопасно и все такое. Я еще и очередь спешу. Ну, для меня это нормально. Да и в России знакомиться с жена улицей. Ну, как бы, я не знаю. Честно, для меня это всегда было нормально. Мне не кажется, в этом что-то какой-то подвох и все такое. И я, в общем, в свою очередь пишу, что, типа, я, например, слышала, что разные ситуации могут быть там на сайте знакомств, например, тоже, да? Могут попадаться не совсем порядочные парни и так далее. И вообще я считаю, что... Вообще с такой логикой, если тогда считать и в интернете, типа, не то. И на улице, типа, не то. То вообще где тогда знакомиться, да? Если везде... А какая разница, если в ресторане с вами знакомиться? Это тоже такой же посторонний человек, который подойдет, к вам, и на улице. Я не понимаю. Если честно, не поняла логики. Мне кажется, что если человек готов встретить свою вторую половину, да, если он действительно, как бы, уже... действительно хочет этого, то можно встретить вообще вот где угодно. поэтому... Мой совет выкинуть все предрассудки из головы и... и не обращать внимания на негативные установки, которые кто-то пытается тебе внушить. Вот просто, мне кажется, нужно жить, быть открытым к миру, верить во все самое прекрасное. И действительно, ты будешь окружен прекрасными людьми. И ничего плохого происходить не будет. Как мне кажется. Так, попробую еще картошку. Картошка, ребят, это просто бомба. Это запеченный картофель с овощами. Очень вкусно. Пью я офигительный лимонад с фейхуа, представляете? Так, сейчас еще шашлычок с гранатовым соусом. Потрясающе вкусно. Я сейчас вообще на таком релаксе, знаете. Я была на массаже с утра. 90-минутовый массаж. Это просто офигенно. Я не любитель тайского массажа, потому что здесь очень популярный тайский массаж. Тайский массаж тебе просто, знаете, как ломает все тело. Как-то тебе там нажимают. Ну, вообще никакого удовольствия от массажа, никакого расслабления от тайского массажа не получается, реально. А вот мы сейчас были... Мы спали в отеле с мужем, потому что... Ну, как говорю, это вечеринка была. И, в общем, был заплачен у них и отель. И отель, и два часа аквапарка. Мы были в отеле, который прямо находится в аквапарке. Ну, массаж мы отплатили сами. Массаж не входил в... В это... Ну, и в общем. И там это был не тайский массаж, это делали чехи. И очень классно все. Расслабиться получилось на все сто. Жалко, что не видите, дорогие мои. Так, если так подальше... Не знаю, напишите, нравится ли вам такой формат, чтобы я начала делать его чаще, допустим, раз в месяц, да, чтобы я снимала именно где-то, мне дома. Думаю, потом я уже как-то, знаете, приспособлюсь, научусь уже. Народ все идет и идет сюда. Популярное место реально вообще. Не только, говорящие, с доходом и чехи, и там иностранцы. Вообще. Так, попробуем еще фенкали. Слушайте, я так переживаю за звук. Я надеюсь, все получится. Так. Расслабо. Так. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваши приятные комментарии. Мне очень приятно это все получать. И действительно, если вы пишите, вообще благодарите меня тоже за то, что вам нравится, что я говорю, что мои видео как-то кого-то либо мотивируют, либо начинают люди осознавать, какие-то инсайты к ней приходят и так далее. Мне очень приятно. И действительно, знаете, когда еще, если это кому-то помогает и вообще приносит пользу, вот то, чем я занимаюсь, да, это, мне кажется, вообще классно. У нас такой с вами, знаете, обмен энергиями. Мне приятны ваши комплименты, ваши добрые слова. А вам, ну, не говорю, что для всех, но для некоторых видео мои являются полезными. И, ну, это на самом деле очень здорово и приятно. Кстати, если, напишите, если у вас есть планы на... День Святого Валентина, если вообще празднуете, не празднуете, как относитесь к этому празднику? Признаете этот праздник или нет? Ну, а на самом деле, я считаю, что нужно праздновать все праздники. Это же классно. Пальцом бы и нет. Слушайте, приносить в нашу обыденную жизнь хоть какие-то вот такие приятные моментики. Мне кажется, это здорово. Пальцом я за то, чтобы праздновать все абсолютно. У картоши это просто без комментариев. Конечно, тут шумно. Но, не знаю, я прям очень удивлена. Очень удивлена будусть, и по звуку все будет хорошо. Вы знаете, сегодня такое просто видео. Я с вами поем вкусно. Уже что хотела я сказала. Мне тоже писали, что, типа, некоторые, что скучают по моим таким вот этим шортам, где только ем. Знаете, как я иногда вот из своего видео вырезала кусочек и вставляла в шорт, где я чисто только ем. Вот сегодня у нас с вами будет такое видео. Где я буду больше есть, чем говорить. Лимоны стать вообще классными. М-м-м-м. Буду вам вычек. М-м-м-м. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Завершаю свой видос Субтитры сделал DimaTorzok Сладостями и сладостями Всем всего хорошего Давайте настраиваться на позитив Обменится вы только позитивной энергией И я думаю, что все будет хорошо Всем пока! Всех люблю!